И вот он волнительный момент, друзья! С вашей поддержкой, с вашими овациями! Да вспыхнет пламя! Друзья, поддержите нас! Здесь зажигаются не только огни, но и будущие звезды российского футбола. В селе Долгодеревенское устроили красочную церемонию открытия фестиваля «Метрошка». Шоу, как перед финалом Лиги чемпионов Уэйфа, не могло оставить никого равнодушным. Но самое интересное для юных футболистов – встреча с кумирами. Руслан Пименов не только раздавал автографы и делал селфи, но и успел провести футбольную лотерею. Футбол сейчас будет развиваться, здесь нет никаких сомнений, потому что уже в Челябинской области, вот недалеко, сколько здесь, 10-12 километров до Челябинска, уже 4 поля постелили. Два года назад их не было. Поверьте, когда есть поля, появятся дети, появятся любители футбола, не только хоккея. И тем самым регион будет футбольным. В этом году предварительные игры турнира прошли в 50 городах и 22 регионах страны. В общей сложности в них приняли участие около 9 тысяч человек. В Суперкубок пробились лишь 32 команды. Первый фестиваль «Метрошка» был проведен в Челябинской области в 2002 году. И с тех пор турнир только расширяет свои горизонты. Русская медная компания уже 7 лет является генеральным спонсором футбольного фестиваля. Это такой импульс для развития детского спорта. Мы искренне желаем всем ребятам победы. Пусть будет играть честной, классной, энергичной и веселой. Мы болеем за всех. Самая большая радость, что все больше и больше ребят участвуют в этом. Уже сегодня стартуют матчи группового этапа. В воскресенье пройдут финальные игры. Победители турнира получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки и заветный кубок. Главный приз – поездка чемпиона в столицу в гости к московскому «Спартаку». На базе самого титулованного клуба страны ребята смогут пообщаться с футболистами и пройти обучение. Василий Ермоленко, Павел Востротин, 31 канал.